А теперь, ребят, каждому, кто подпишется на мой паблик и репостнит последнее видео, которое закреплено на стенке, я через репосты рандом ап выберу случайных трех победителей, передам им привет и распишусь. А сейчас у нас получает привет Амир Абдулаев, Сережа Варченко и Сережа Фиров. У Сережи открыта была страничка, я ему сразу расписался, остальным подожду чуть позже, я всех добавил в друзья. А также подпишитесь на мой канал, включите уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски и мои новые стримы. Потому что на каждом своем стриме я бесплатно разыгрываю много гемов и разных интересных аккаунтов. Обязательно подписывайтесь и приятного просмотра. Привет, дорогие друзья, целых два дня не было роликов по Clash of Clans и были на то причины, меня заблокировали, да, заблокировали по причине раздела пункт 1.1. Я прочитал там все и, блин, там очень много разного всего и я даже не понял, за что меня забанили. Я переходил на таунхолл 4, точнее на дом строителя 4 уровня, думал зайти записать новый ролик на следующий день и не тут-то было, сразу пришел бан. Естественно, глупо связывать эти два момента, то, что я получил бан и переходил на дом строителя 4, естественно, причина совсем другая. И сейчас вам ее расскажу. Разбан я уже получил, поэтому и записываю новый ролик, вот уже я дом строителя 4 уровня, сейчас мы немножко, ребят, поиграем. В чем же причина бана, ребят, на самом деле была? У меня есть клан. Кстати, вступайте в мой клан, вот хэштег, вот название, мы, ребят, в топ России, 4 место сейчас. Но мы немножко упали из-за того, что у меня не было такое время. Прием, ребята, читайте в шапке, 1800 трофеев плюс на деревне строителя, обязательно вступайте, примем всех, у кого 1800 плюс. Так вот, ребят, в чем, собственно, бан? Вот сейчас вы видите мой клан, название Харьков, по-английски транслитом написано. А до этого было немножко иное название, сейчас вам его покажу. Название у меня было Харьков ебашит. Да, на самом деле создавал клан не я, мы создавали его давно, еще очень давно, с одногруппниками год назад. И мы в нем просто фанились. Ну и как вышел мой клан в топ, естественно, его заметили. Но здесь есть мат, соответственно, скорее всего, это запрещено такое название делать. И меня забанили за это, и, соответственно, переименовали мой клан. Ничего страшного, я, в принципе, не сильно расстроен. Еще название не самое плохое, которое могло быть. Моему, например, модератору, точнее, моему бустеру, Кот Наркот, клан вообще переименовали. У него был обкуренный, вот. И у него клан переименовали просто в Клэш. Это вообще просто дичь, серьезно. Ну, слава богу, Харьков просто меня устраивает. Возможно, я сделаю потом объединение с каким-то топ-кланом. В общем, это не суть. Я думаю, проблемы я рассказал, поэтому будьте внимательны, ребят, при создании клана, чтобы у вас не было такой же проблемы. Ну что ж, а теперь мы перейдем к моей деревне, ребят. Я не был здесь два дня, очень соскучился. Блин, люблю эту игру, реально, после обновы, мне очень хочется в нее играть. Сегодня не будет ничего, никаких расстановок, никаких улучшений серьезных. Потому что на это нужно деньги, время. Давайте заберем свои ресурсы. Плюс 6 гемчиков, отлично, пока я тут отсутствовал. Ну что ж, будем сейчас все строить. Значит, нужно сейчас нафармить ресурсов. Давайте, с чего бы начать? С чего бы начать? Я не знаю, давайте ловушки сначала поставим. Конечно, нужно еще забор. Я могу проигрывать, соответственно, сейчас, потому что мне будут подбираться сильнее противники меня. Но ничего страшного. Я сейчас самое необходимое поставлю. Давайте забор поставим. И пойдем в атаку, ребят. Значит, у меня уже есть крутая расстановочка. Я покажу ее в следующем ролике. Я уже все здесь расставлю, все прокачаю нормально. Мне нужно армию пропать, мне много чего надо. Я больше всего хочу на этой деревне. Хочу открыть дракончиков. Они просто топчик, насколько я знаю. Очень хочу. Но нужно время. Сколько мне понадобится... Давайте попробуем ресурсов. Сколько мне понадобится ресурсов, чтобы апнуть дракончиков. Я, ребят, потрачу ради вас гемы. Ради вас трачу. И мы будем играть сейчас с дракончиками. Отлично. Чтобы их прокачать, сколько нужно... Не, не хватает мне гемов. В общем, давайте сейчас золото быстренько потратим. Сейчас быстренько золото потратим. Поставим заборчик. Так, сколько его тут нам доступно? Отлично. Так, давайте здесь немножечко переначим базу. Ну, чтобы хотя бы не так легко снести ее было. Что ж, в принципе, я готов. Ну, постройки разные потом разберусь. Это просто я только вошел в игру и сразу хочу пофармить ресурсы. Вот какая-то у меня ломка сразу. Так, отлично. Значит, меняем на дракончиков. Я, кстати, не знаю, как с ними играть. Вот серьезно, я не смотрел. Возможно, их нужно комбинировать с гигантами. Ну, давайте попробуем два гиганта, чтобы... Хотя нет, ПВО все равно же будет стрелять. Я даже не знаю, какие у них способности. Серьезно. Так, нужно подумать. Нужно подумать. Да хотя давайте фулл дракончик и попробуем. Не знаю, что получится. Если не получится, то сразу сменю армию. Итак, смотрим. Так, так. А какая у них способность на самом деле? По-моему, в Clash of Clans в обычном у них есть рейдж. Здесь я его не вижу. Так, давайте уничтожайте быстрее ПВОшку. Блин, ну они классные, они мощные. Серьезно, смотрите, даже под ПВО они живут очень много. Так, ну естественно, если я улучшу армию, если я построю еще один лагерь, соответственно, у меня их будет больше, они будут мощнее. И я буду такие базы разбирать на изи. Да, это то, что нужно для четвертого домостроителя. Потому что вот на домике третьем, когда я уже оползал выше покупка, мне подбирались четвертые строители. Точнее, домик четвертого строителя. Там уже много зданий, много дефа. И, соответственно, очень сложно лучницами сносить. Ну, иногда можешь, если повезет, на трешечку снести, но это вряд ли. В основном было 50%. Так, ну, не знаю, здесь я заберу 50% или нет. Ну, скорее всего, должен, по идее. Но сейчас еще под Теслу они подлетели, конечно, это плохо. Домах у них слабенькие, но живут они достаточно много. Сейчас посмотрим, возможно, вот этот один дракончик и зарешает у меня. Хотя вряд ли, вряд ли. Я не знаю, я просто серьезно не в курсе, с чем их комбинировать, как атаковать с ними. Вот на ПВОшку, может, есть какая-то тактика. Ну, хотя бы 50% есть. 50% я забрал. Вторую звезду чуть-чуть не хватило. Ну, это из-за того, что у меня плохо прокачана армия. Так, ничья, ребятки, ничего себе. Если бы я чуть-чуть больше снес, возможно, бы я выиграл. Ну, ждем, давайте. Не, не будем ждать приготовления. Давайте сразу улучшать. Я бы, конечно, их апнул на второй уровень. Так, давайте, я не знаю, какая у них способность. Хочу посмотреть. Так. Так, 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 где посмотреть? Вот здесь. Так, симпатичная червашка, придется огнем, когда злится. Никогда еще свирепый разрушитель не выглядел так мило. А где, где его, где его способность? А, у них нету способности, что ли? А, она появляется после улучшения. Я туплю, да? Да. Открывает способность, гнев. Блин, ну прям очень хочу, очень хочу эту способность. Ребятки, давайте, я задоначу ради вас. Хочу эту способность. Очень сильно. Сейчас задоначу немножко гемасиков. Магазин. Так, сколько гемасиков задонатить мне? Ну, давайте 500 задоначу. 500 мне хватит. Итак, 500 гемасиков сейчас у меня будет на балансе. Найс. И давайте, давайте улучшаем. Конечно, я глупо трачу гемы, но я на видео, думаю, вы поддержите лайком, ребятки. Отлично. Все, я их пропал на второй уровень. Ну, теперь погнали. Со способностью будем мы круче, серьезно. Так, мне нужно сразу ПВОшечку уничтожать. Так, так, так. Ну, и давайте вот здесь их всех выбрасывать. Вот так, чикс. Так, а что способность? Гнев. Гневайтесь? Вы что, не гневаетесь? Блин, напишите в комментариях, какая у них способность? Что они делают? Сильнее валят? Ну, я их уже улучшил. Так, ПВОшку, ПВОшку. Главное ПВОшку убить. Убейте ПВО. Отлично. О, о, посмотрите, ярость появилась. А когда она включается? После чего? А, когда они по отдельности. Блин. Точно. У них же такая, точно, способность, как и в обычном Clash of Clans. Их нужно выбрасывать по отдельности. Из-за этого не было рейджа. Все, ребят, я понял, я понял. Значит, теперь сейчас исправим эту ситуацию. Теперь они под рейджем сейчас должны разнести все. Ну, я так считаю. Блин, хотя бы 50% заберем мы? Я надеюсь, что да. О, смотрите, под рейджем. Блин, чуть-чуть не хватило. Е, 50%. Ну, хотя бы полтос я забрал. Ну, блин, я тупанул. Их нужно не так выбрасывать. Я проиграл. Окей. Ничего страшного. Ничего. Так, улучшаем. И поехали снова в атаку. Так, ребят, эту атаку я тоже немножко затупил. Поэтому я ее вырежу. Давайте сразу ускорим. Ускоряем. Ждем. Сейчас противник завершит атаку. Я 100% проиграю. Вот. Давайте посмотрим ход. Так. Я что, победил? Серьезно? Я победил? Блин, круто. Это круто. Спасибо за победу. Блин, странно. Странно. Я думал, я проиграю. Так, вот. Вот база. Так. Тут дракончика. Тут. 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 И вот так. Ну, вот так вот я их выбросил под рейджем. Не знаю, что получится. Напишите, как нужно правильно с ними атаковать. Возможно, с чем-то их комбинировать. Мне будет очень интересно почитать. Потому что, мне кажется, я неправильно с ними атакую. Может, какого-то танка брать? Если да, то какого? Гиганта? Ну, другого танка у меня нету, да. В принципе, гиганта. Ну, не знаю. Нужно научиться ими правильно атаковать. Потому что, ну, это не порядок. Что это? Почему я только на 50% сношу такой крутой армии? Но мне их еще немножко не хватает. Потому что лагерь строителя... Ой, лагерь. Военный лагерь я еще не построил. Вот. Из-за этого, блин... Ну, опять проиграл. Видите, да? Мне посмотреть повтор, как с ними атакуют. Так. Ну, ладно. Поехали. Еще в одну каточку сходим. Так. Так. Я не буду их теперь по отдельности. Что-то так не очень получилось. Давайте, знаете, как попробуем? Вот тут одного. Вот тут вот так. И вот так вот выбросим. Вот. Пускай один под рейджем, а одни будут в толпе летать. Даже два под рейджем. Смотрите. Не знаю, что получится. В общем, наверное, это последняя атака. Потому что, ну, очень стыдно мне играть на такой результат. Всего лишь на 50%. Я более-менее научусь с ними оттачить. И потом поиграем, нормально пофармим. На стримах, возможно, буду прокачивать. Вот. Поэтому... Потому что я первый раз их держу у себя в армии. Я даже в обычном Clash of Clans с ними не играл. Только на приватном каком-то сервере. Вот серьезно вам говорю. Так. Ну, может, мне сейчас повезет. И я снесу еще дом строителя. Хотя не так долго этот дробильщик сносит. Это просто жесть. Так, они рассоединились. Под рейджем. Неплохо. Неплохо. Давай-давай. Под рейджем должен снести. Не-не-не. Дом строителя вряд ли он снесет. Хотя... Хотя, по идее, должен. Да. Да. Я снесу на 2 звезды. Это, возможно, будет победа. Но все равно меня не устраивает. Я должен сносить, ну, хотя бы на 80% базу. Не знаю. Ну, опять же таки. Мне не хватает юнитов. Я еще плюс 2 дракончика. У меня должно быть в армии. Победа. Но когда мне будет еще плюс 2 дракончика в армии, естественно, я буду защитить намного лучше. В общем, ребят. На этом выпуск подходит к концу. Я сейчас прокачаюсь. Сделаю расстановочку. Нафармлю ресурсов. Все расставлю. Все прокачаю. Все будет классно. И следующий ролик уже будет с нормальными атаками. С нормальной расстановочкой. Обязательно подпишитесь. Обязательно поставьте лайк. И включите колокольчик, чтобы не пропустить мой новый выпуск. А я, ребятки, желаю вам удачи. Прокачивайтесь. Чтобы вам всегда везло. Хорошего вам настроения. И спасибо всем за просмотр. До новых встреч, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok